это пульс дня мы продолжаем выпуск на связи со мной александр ходас издатель медиа-менеджер из чикаго александр приветствую вас приветствую артем ну вот сегодня утром мы узнали что пятиклассник во флориде 10-летний мальчик был арестован за заявление о планах совершения массового расстрела на прошлой неделе подобный случай произошел в торонто где неизвестный мужчина был с оружием замечен возле школы и три школы в эре и эвакуировали в связи с этим у меня к вам такой вопрос почему когда например знаете я слышу о расстрелах меня это повергает в какой-то шок в ужас и хочется спрятаться и знаете ну вот скорбить но другие люди и мы каждый раз видим когда происходит массовый расстрел люди хватаются за оружие как-то обостряется вот это в обществе почему люди так реагируют на это и хотят брать оружие идти стрелять я полагаю что они не видят другого выхода артем я полагаю что ситуация зашла до такой степени в глубокую глубокую не знаю приличного слова в тупик давайте скажем приличным что люди действительно в шоке люди идут по этому же пути не останавливаясь не понимая что сегодня эта ситуация состоит в том что мы в осажденной крепости как вы понимаете то есть здесь получается нету выхода никакого как только еще больше укреплять башни ставить тяжелые орудия и так далее так далее хотя проблема на самом деле решается и лежит решение ее на поверхности в школах нужно вводить какие-то уроки по поводу моральной составляющей человеческой жизни я понимаю что это звучит пафосно я понимаю что это звучит слишком громко для многих людей но от этого суть не меняется что сегодня преподают школе артем мы с вами об этом говорили и мы говорили у себя на передачах не раз газетах писали в наших конечно же совсем недавно вот ура ура в кавычках естественно выпустили трансгендерную куклу барби дают все эти критический расовой теории рассказывают о том что хорошо менять пол но ни разу я не слышал чтобы в какой-то школе частной или общедоступной паблик вводили бы что-либо хотя бы отдаленно напоминающие о каких-то моральных устоях о том что человеческая жизнь это самая большая ценность которая есть сегодня у нас который есть между нами и что ее надо ценить лелеять холить и это драгоценная вещь которую нельзя вот так вот просто разбрасываться не знаю здесь нет никакого другого варианта людей нужно и можно только пожалеть потому что они не видят они не знают другого выхода как естественно если со всех сторон нападают на вас когда в каждом новостном репортаже уже почти каждый день в абсолютно правы говорится снова и снова и снова о том что там попытка расстрела там уже стреляли и страшно эта вещь 19 человек человек детей это вообще же принципе противоречит всем законам природы даже звери хищники они у них что-то есть в отношении к детенышам у нас получается это размыто и пропало это страшно артем что будет дальше мы должны меняться каким-то образом на мой взгляд то что люди вооружаются это понятно они не знают ничего другого сейчас вы знаете министерство юстиции заявила вот по поводу расследования этого события в техасе что возможно виноваты в какой-то части полицейские якобы они там недостаточно оперативно реагировали в течение часа они не заходили в помещении здесь очень много вопросов но не напоминает ли вам в данном случае эта ситуация очень ну вот похоже на ситуацию с белым когда во всем были виноваты полицейские помните первые полгода во всем гнобили полицейских и там даже уменьшали финансирование полиции и вот сейчас опять что-то произошло и полицейские виноваты но вот вас не беспокоит в данном случае этот вопрос нет меня не беспокоит совершенно действительно это не был час это было 90 минут то есть это полтора часа они решали входить туда или не входить штурмовать или не штурмовать что-то делать и единственное кто сделал это пограничник пограничник который получил текстовое сообщение от своей жены что школа находится в опасности что дочка их дочка там в этой школе находится ей восемь лет и он не долго думая одолжил оружие у парикмахера где он находился в тот момент и попал в школу и застрелил этого монстра ну и здесь невозможно все под одну гребенку то есть полиция это то что нужно нам полиция это люди которые должны охранять нас ну и вот эта страшная компания дикая компания которая происходила на протяжении последних двух лет она из полицейских сделала монстров но при этом в обратную сторону тоже нельзя уходить полностью говорит что они всегда во всем правы надо иметь взвешенный хороший нормальный подход который позволяет оценивать каждую ситуацию в зависимости от обстоятельств мы не можем вдруг решить что все полицейские хорошие ли все они плохие есть нормальные есть те которых мы видели в этой школе где они стояли вокруг и ничего не делали как можно объяснить тогда поведение полиции если вы говорите 90 минут почему действительно офицеры не заходили действительно боялись стрелка или почему так ну вы знаете страшно когда в тебя могут выстрелить тем более страшно когда вы слышите выстрелы это уже происходит но с другой стороны это их работа это их работа и они идут подписываются на это когда они нанимаются на эту работу проблема еще в шефе полиции который совершенно недавно выбран на эту роль и он явно не смог не оценить ситуацию не принять правильное решение достойное решение и это требует безусловно дальнейшего и серьезного расследования потому как такие полицейские как там говорилось нам точно не нужны мне кажется александр спасибо большое за то что нашли время присоединились к нашей программе сегодня это был издатель и медиа менеджер александр ходас всегда рад артем спасибо всего доброго таким был этот день как его увидели мы в редакции программы сразу после юрия ростова моя коллега наталья быстрицкая спас криптумом